здравствуйте друзья добрый день сейчас где-то полдень вторник 5 июля 2016 года мы с вами едем в этот пасмурный день небо затянуто тучками и разга и хорошо да да не жарко и разговариваем о высоком ну давайте может быть я начну так издалека потом вот на свету переведу стрелки значит мы разговаривали о том что вот есть люди которые вроде бы взрослые по годам взрослые но социально они продолжают выполнять функцию ребенка то есть они продолжают получать от родителей ну в широком смысле это может быть получение от общества получения от работодателя то есть люди которые не научились брать на себя ответственности они остаются маленькими и получателями вот и они чего-то ждут от от большого который вроде бы им должен дать как они думают а он может быть не всегда согласен в нашем возрастном диапазоне уже да мы постарше то есть конечно есть люди которые нашего возраста все маленькие это бывает но все таки в основном мы видим что у людей есть дети мы видим что у них есть внуки мы видим как люди постарше и которые в общем то материально неплохо себя чувствуют то есть у них есть ресурсы они могут помочь они готовы помочь там как-то как-то помочь и когда мы смотрим как они помогают у нас вот возникает развитие той дискуссии да которая была вот относительно маленького и большого человека свет давай что-нибудь ну это интересный вопрос дело в том что когда родители отдают детям они в этом видят некую свою самореализацию по первому в маленьким детям и большим они отдают вот когда они делают это с удовольствием да они выполняют какую-то свою какую-то функцию значимую при этом да то есть они они самореализуются хорошо через это и не всем но некоторым из них которые имеют возможность и все такое прочее это приносит колоссальное удовлетворение потому что в этот момент они выполняют функцию на отдачу и если ребенок это берет и с благодарностью то в общем то есть и потребность сформированная и отдача то есть как бы у них получается что они настолько заполняются этим да что им хочется находиться в таком состоянии и дальше знаешь я может быть мяукнул в серединке этого дела я вспоминаю время когда мы с тобой были еще поменьше помладше и поколение наших родителей и наших бабушек дедушек и они были достаточно состоятельными уже когда вот мы подрастали у них у них были деньги они хорошо зарабатывали и они через войну через нищету через голодухи через голодоморы через лагеря через все вот это вот невероятно тяжелейшую психологически вот эту массу жизненных обстоятельств через которые они пробились понимаешь и они просто у них как как болезнь была впихивать и впихивать и впихивать и я помню что вот например моя бабушка когда она видела ребенка у которого не было счетчик понимаешь он был со шочками так она говорит что они сделали с ребенком послушай конечно более того уже наше поколение вот наши ровесники да поражение своим детям мы тоже воспитываясь в общем-то скажем так не в изобилии скромненько тогда и были конечно какие-то вещи которые по молодости лет нам хотелось иметь но ресурсов таких не было и в общем то мы чувствовали что нам кто-то чего-то где-то не додал мир был аскетичный аскетичен да и поэтому конечно когда мы выросли у нас есть ресурсы то мы хотим своим детям дать все самое лучшее ну ладно уже там это да вот мы недополучили все время но мы хотим пусть дети будут счастливы пусть они получат на полную катушку пусть они уже живут такой полной жизни которую мы мы можем им обеспечить я не стал врачом пусть мой сын станет врачом о стоп а это уже еще один аспект потому что конечно как мы говорили да тот кто несет ответственность а родители в данном случае несут ответственность раз они взрослые то они и ставят соответствующие правила они говорят я хочу чтобы мой ребенок не только получил бакалавра я хочу чтобы он пошел и выучился на мастера и в этот момент играл на скрипке да в этот момент ребенок который не берет на себя никакой ответственности если он такой послушный ребенок да ну ладно папа хочет но пойду выучусь на мастер в конце концов уж ладно там родители платят или на скрипке учиться будут или на скрипке выучить а другой скажет а вот не буду я да вот то есть бабки давай хорошо все а вот учиться не буду здесь возникает вот такой вот противоречие и мы уже говорили что ребенок в этот момент не живет своей жизнью а он живет жизнь своих родителей вот а он живет их желаниями да конечно мы стали мудрыми мы стали умными сгадаем мы хотим чтобы нас дети получили самое лучшее образование понимая что чем лучше они образулы тем больше они могут достигнутьеле Multi я бы сказал нет не именно образование но вообще инвестирования детей чем больше ты инвестируешь тем больше отдачу должно быть я это не скажу именно об образовании потому что нам с высоты вот свои колокольни так и хочется чтоб дети получили максимально возможно образно это просто и мы считаем что это им будет на пользу они уже за то маленький колокольник еще не понимаешь нам надо и мы говорим а вот мы хотим вот Вот я хочу, чтобы ребенок выучился, а он в этот момент может хочет чего-то другого. А он хочет нажимать кнопку, шлагбаум открылся, нажал еще раз, шлагбаум закрылся, понимаешь? И это счастье, а ты за своим мастер-дегри, понимаешь? А ему нужна своя железная дорога и своя локомотив, и он будет счастливым. Да, поэтому это вопрос сложный очень, вот таких вот отношений между детьми и родителями. При этом родители, как бы они готовы давать, они хотят давать, и они чувствуют самореализацию в том, что они дают. А дети готовы брать, и они даже где-то чувствуют признательность, что им дают, а почему нет? Просто вопрос, в какой момент сработает триггер, в какой момент они станут сами взрослыми. Или станут вообще когда-нибудь. Или станут вообще когда-нибудь. Значит, фактически, Света, я так понимаю, что вот то, что мы сейчас обсуждаем, это не дети, почему они берут, а это родители, почему они дают и впихивают в такой мере, чтобы ребенок уже таки и не повзрослел. Да, дело все в том, что вот когда мы говорим, а это относится к воспитанию детей, то очень важно понимать, что ты хочешь вырастить. То есть, конечно, мы как родители, мы хотим дать все самое лучшее детям, это совершенно естественно. До какого возраста? Дело даже не в этом, в любом возрасте ты можешь давать детям. Вопрос в том, что кто несет ответственность, да, и ты можешь помочь, если ребенок несет ответ, ты видишь, он работает, он ответственный за свою жизнь. И нужна ему помощь в этом, да, то, конечно, мы все готовы помочь. Вопрос в том, кто ответственный. У нас в школе, я это называю, не помочь, а я это называю, либо он хочет, чтобы ему помогли, либо он хочет, чтобы сделали вместо него, чтобы за него кто-то пришел и сделал. Поэтому, фактически, как долго родители готовы делать за ребенка, без того, чтобы у него была ответственность за то, что хотя бы часть этого делали? Даже если они готовы делать всю оставшуюся жизнь, они не делают ребенку от этого лучше. Нет. Потому что именно вот тот момент, когда срабатывает триггер, он становится взрослым, беря на себя свою ответственность, да, он становится, берет все отдаляется и, может быть, никогда не наступит. И тогда этот ребенок с возрастом превратится в такого человека, который будет считать, что ему все кругом должны давать. Или у него трагедия в жизни. Или трагедия в жизни. Поэтому тут очень такой тонкий момент. Понимаешь, когда папа дал Трампу миллион, чтобы тот начал какие-то бабки сам зарабатывать, понимаешь, это хорошая помощь. Да. Мы даже не знаем, сказал ли он ему, знаешь, что заработаешь, вернешь. Ну, скорее всего, нет. Может быть, просто дал миллион, не жалко, у него было. Да. Вот, или там, сколько он, да, сколько. Да, но вопрос в том, что это хорошая помощь, когда человек готов брать на себя, ему просто нет, у него не хватает денег, чтобы инициативу реализовать. Да. Ему дали денег, ну, конечно. Но если ему говорят, вот тебе деньги, ну, пойди уже сделай что-то, понимаешь? Или, например, ну, сынок, я прожил такую тяжелую жизнь. Не отказывай себе ни в чем, папа все оплатит. И мама тоже. Ешай отдохни, успеешь еще поработать. Еще поешайщить пойду, успеешь, да. Так все-таки, ну, давай, вот мы родители, да, и мы, как бы, обращаемся фактически к родителям. Может быть, нам, молодым ребятам тоже интересно послушать, но все-таки давай мы к родителям. Нет, ну, понимаешь как, мы не можем давать советы. Нет, нет. Каждый человек помешает сам для себя, но вот я, например, когда у меня точка только-только, можно сказать, уходила из гнезда, да, у нас был такой случай, я, в общем-то, вполне сознательно это сделала, она только когда поступила в колледжи, в университет, у нее была сразу же кредитная карта. Это ей дали студенческую? Ну, у нас с ней был общий счет, и ей дали кредитную карту на ее имя. Вот, и прошел там месяц-другой, я смотрю, там какие-то сумасшедшие цифры на этой кредитной карте. Причем, когда ты платишь кредитной картой, это такое, ну, не такой, да, где ты не должен каждый там докладывать деньги туда, да, это кредит настоящий, да, то деньги как-то уходят, вроде ты не заметил, ну, что ты там купил? Вроде и не тратил денег. Вроде не тратил, ну, и тут 10 долларов, ну, 15, ну, вообще незаметно. А потом, бах, в конце месяца, там какие-то большие суммы. И я подумала, что это неправильно, то есть человек, потому что у него нет ощущения вот того, как... У него бюджета нет. Да, у него нет бюджета, он не понимает, как, ведь обращение с деньгами, это тоже один из навыков, которые родители должны своих детей научить этому навыку, а дети же не умеют. Можно я тут вставлю? Дело в том, что студенты, которые умудряются на бизнес-карты набрать какие-то чудовищные баснословные суммы, немыслимые, то есть там речь идет о десятках тысяч, иногда сотнях тысяч, это известная проблема, потому что банки студентов заманивают. То есть, если ты студент в университете, тебе со всех сторон сыпется предложение и, я просто чему говорю, и люди, сейчас тебе скажу, люди, не имеющие навыков обращения с деньгами, они пластик, понимаешь, бах, чиркнул тут, чиркнул там. Ты закончился. Да, я возвращаюсь к твоей мысли, да. Так вот, когда я увидела, что у нее, как бы, там беспредел творится с этим счетом и с количеством денег, которые были потрачены, мы договорились таким образом, то есть мы сели вместе и прикинули, так, приблизительно, да, сколько денег нам нужно на нормальное удовлетворение ее потребностей. Причем это не исключало, например, что она хочет пойти в ресторан или она хочет пойти потусоваться, я думаю, нормальная такая среднестатистическая сумма, да? И вполне достаточно. Вполне достаточно, которая включала, кстати, и оплату за учебу тоже. То есть я хотела, как бы, чтобы она сама из тех денег, которые я ей буду давать, платила и за учебу тоже. И мы договорились так, что ежемесячно я буду на ее счет перечислять эту сумму, а дальше со всеми своими долгами она рассчитывается сама. И это, как ни странно, был очень хороший урок для нее, и больше никогда в жизни мы не имели проблемы ни с должностями, ни с клиентами, ни с клиентами. Я думаю, это скорее закономернее, чем странно. Да, и, в общем, действительно человек научился оперировать с деньгами, научился управлять деньгами грамотно, да? И, в общем, вот такой вот нехитрый, в общем-то, приемчик, да, поставился на свои места. Ну, а когда ты берешь ответственность, она тебя воспитывает? Да, потому что, конечно, когда кредитные карты у студентов платят родители, а у них создается ощущение, ну что там, они пошли покушали, там... Они вообще не думают, да, они вообще не думают, а потом родителям приходят сюда, и родители их оплачивают, и даже родители рады их оплачивать в некоторых ситуациях, да? Да, то у ребенка не создается никакого ощущения, что деньги чего-то стоят. Мы со Светой знаем молодых людей, ну, уже сейчас, может быть, не таких молодых. Они на свои деньги гуляли, я ничего не хочу сказать. Они оба зарабатывали, ну, очень хорошо. Ну, допустим, если я вам скажу, что молодая семья, то, допустим, ребятам лет 27-28, вот они зарабатывали на двоих, ну, грубо, там, 300 тысяч долларов. И у них никогда не было денег, то есть они всегда где-то перехватывали, там, одалживали, там, еще что-то. То есть они могли потратить абсолютно любую сумму, независимо от ее размера, между делом незаметно, и нельзя было сказать даже, что они что-то такое. Ну, просто они так, есть деньги, есть деньги, они потратили, нет денег, тоже потратили. Ну, да, да. То есть вопрос научить наших детей грамотно пользоваться. Бюджет, просто бюджет. Бюджет, грамотно планировать, это тоже один из навыков, которые мы, как родители, хотим своих детей воспитать. А вот когда родители детям дают какую-то сумму, там, вот эти allowances, да, там, допустим, там, 30 долларов в месяц, или, там, сколько-то, не знаю, долларов в день, или, там, какая сумма от возраста, видимо, зависит, это тоже, как бы, часть воспитания? Ну, знаешь, что, вот, это тоже интересный вопрос, но у нас ребенок рос в Советском Союзе еще больше, да? Да. И у нас была такая история, мы не давали ей карманных денег, но у нас были бутылки, банки, ну, естественно, там продукты покупают. Стеклотара. Стеклотара, которая затаривала весь дом и нельзя было пройти. И мы ей сказали, знаешь, что, хочешь карманные деньги, вот иди и сдавай эту стеклотару. И она с удовольствием удавала это все, и там даже набегали, в общем-то, приличные суммы, зависит от количества. То есть нам было важно опустошить, так сказать, помещение? Да, и это был ее доход. А она отратила на что-то? Это я не помню, по-моему, нет, но дело даже не в этом. У человека должно быть какая-то сумма денег, чтобы он чувствовал себя нормальным человеком. Вот если ему что-то хочется, чтобы он мог себе все-таки купить, да? Другой вопрос, откуда эти деньги берутся? То ли мама с папой дают, 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 то ли он взял бутылки, сдал и получил деньги. То ли у него есть свои, он тратит, как считает нужным. Да, да, да. Ну, в общем, потому что очень многие дети, которым дают вот такие вот лаунсы, вот наша муча, например, да? Ей дают какие-то деньги периодически, там то ли зубы выпадают, то ли там еще что-то фея приносит. Вот. И она говорит, а я вот каплю деньги, я хочу купить какое-то лего чуть ли не на тысячу долларов. Какую-то игру она пустит. Какую-то игру за тысячу долларов. И опять, это деньги ребенка, то есть он правильно решает. Но может быть бессмысленность полной этой покупки какая-то. Когда он сам зарабатывает, да? Это его ответственность. Она мне по доллару штука делает лого для моих видео иногда. Не часто, когда у него время есть, она может сесть и сделать мне скоп-то лого. Я тему заказываю, она делает сразу пачку, там, фотошопом научил использовать. Да, что это полезно заработанные деньги. То есть, когда она наберет нужную сумму для того, чтобы купить вот это лего за тысячу долларов, у нее будет возможность подумать, оно ей нужно или нет. Ну да. Солнышко, это мы приближаемся к Кремниевой долине. Нам все сказали, что все эти дни праздничные, пока мы были на даче, вдали ей было очень жарко за 30 градусов, а у нас было пасмурно и хорошо. Давай мы тогда камеру отвернем на дорогу, чтобы солнышко не светило в объективе. Переворачиваем камеру. Так что, Света, значит, мы поговорили о том, что надо приучать деток желательно, чтобы они денежками умели пользоваться. Нет, денежка это частый вопрос. Вообще, приучать и брать ответственность за себя, брать ответственность на себя. Вот так. Потому что родители, это неправильно, когда родители отвечают за своих детей по мере продолжительности своей жизни. А вот, слушай, давай мы вот с какой стороны посмотрим. Я помню, что вот тема ответственности, или, скажем, делегирования ответственности ребенку рассматривалась вот с точки зрения векторности, да, вот. То есть, какие-то, значит, врожденные там или воспитанные качества человека. И одним людям нужно вот обязательно давать пораньше и побольше этой ответственности, иначе они как-то плохо себя чувствуют. А другим детям совершенно это не обязательно. Наоборот, другие дети любят такой клоу-супервизион. Да, им может нравиться, что ими руководят, да? А с ними удобнее, слушай, а родители... Они покладистые, да, они покладистые, они слушаются, они хотят быть хорошими по отношению к маме с папой. Да, стараются там делать то, что родители хотят, для того, чтобы им угодить, чтобы сделать им приятно. Они услужливые, да. Не услужливые, это не очень хорошее слово. Они услужливые, потому что они хотят, чтобы... Старательные, да. Старательные. Нет, они не просто старательные, они хотят именно, чтобы родители были ими довольны, вот так. То есть, именно услужливые, да. Ну что, Света, давай мы пожелаем родителям, да, родителям... Да, которые хотят. Которые хотят быть востребованными. И это не только вот в денежках проявляется. Например, они выхватывают там лялечку, ну, имею в виду внуков, выхватывают лялечку у родителей и говорят, разве можно такую лялечку доверить таким чудовищам? Ну, это, кстати... И давай ее воспитывать, эту лялечку. Это, кстати, отдельный вопрос. А родители рады? Нет, нет, нет. Нет, тут вот есть, да, это вот про лялечку, если ты хочешь остановить, мы это отдельный вопрос, мы можем на нем отдельно поговорить. А хочешь продолжать? Ну, продолжаем. Да. Дело в том, что действительно, вот взаимоотношения уже гранд-родителей, да, и внуков, дедушек-бабушек, да. И дедушек-бабушек, и их общее взаимоотношение с их собственными родителями, это тоже тема достойна отдельного разговора, да. Да. То есть бабушки с дедушками могут принимать какое-то минимальное участие в воспитании внуков, да, а могут принимать очень сильное участие. И главное, чтобы они не пытались вытеснить родителей, заменить их. Нет, нет, подожди секунду. И с одной стороны, если они принимают активное участие в воспитании внуков, это очень хорошо, потому что, опять же, это их жизнь наполняется смыслом, и содержанием, и внукам это хорошо. Это хорошо, как бы это хорошо всем. Здесь есть только один нюанс, который состоит в том, что в каждый момент времени они должны понимать, что ответственность за этого маленького человечка несут его собственные родители, и поэтому их роль такая, как сказать, совещательная, но не руководящая. Они не могут заменить родителей, да? Они не могут заменить родителей, и поэтому они должны это понимать, потому что иногда бабушки и девушки говорят, боже, эти молодые люди, это просто тяжело. Им хочется их завидеть, им хочется быть снова востребованными. При этом они ответственность не готовы на себя полностью брать, они хотят, чтобы ответственность брал кто-то другой. А некоторые готовы. Нет, 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 а вот кто-то, они не готовы взять полную ответственность на себя, как бы иметь своего собственного, скажем, ребенка. Но я не имею в виду по возрасту, почему-то, я говорю так вот теоретически, да? То есть они понимают, что у них и возраст не позволяет, и ответственность они не хотят брать. А вот маленького ребёночка, они, с одной стороны, не беря ответственность, хотят узурпировать права полностью на то, что они этому ребёночку дают. Поэтому вопрос тонкий. Надо уважать права родителей, в первую очередь, да? Да. Даже если они изверги, им... И ничего не понимают. Да. Уважать их права, конечно, понимать их ответственность в взращивании этого ребёночка, но и, конечно, наполнять свою жизнь содержанием по воспитанию этого ребёнка. Что-то мы тут застряли за этим грузыночком. Так что это очень классно. Воспитывайте внуков, получайте удовольствие, но понимайте, что родители главные. Ну что, Света, я думаю, столько советов замечательных. Я закончу обобщением, Света. Таким. Значит, я скажу, что всякая хорошая вещь, если границы некоторые не соблюдать, превращается в свою противоположность, и из хорошей вещи становится плохой, вредной. Я вспоминаю, Света, твоего относительно близкого родственника, которого мы давно не видели, который однажды на эту тему сказал, вот мёд, сказал он. Вроде съел чайную ложечку, хорошо, там, допустим, даже столовую ложечку там съел, тоже ничего. А съешь, говорит, банку сразу. Говорит, того гляди, помрёшь. Говорит, а вроде натуральный продукт, вроде такой полезный. Говорит, ну если съесть сразу банку, так и можно и жизнь потерять. Так вот, то же самое, значит, не злоупотреблять. То есть, вот знать меру, где меру, никто из нас не знает, но во всяком случае, сказать себе, должна же где-то быть мера, и попытаться её найти. Всё, Света, прощаемся. Счастливо, ребят.